Всем привет ребята, меня зовут Мила и сегодня в этом видео я бы снова хотела показать вам свои новинки в сфере поняшек. На этот раз их не очень много, но каждая из них безумно интересная и труднодоступная. Также хотела бы сообщить вам, что две из трех моих новинок я буду продавать, так что вам может выпасть удача и вы сможете приобрести свою желаемую поняшку, если в этом ролике она есть. Ну что же, давайте начнем. И первая поняша, которую я вам хочу показать, Дэйзи. У кого-то возникнут вопросы, почему я ее купила. Нет, на самом деле я купила эту Дэйзи, чтобы перепродать ее и отдать в другие руки, либо обменять на какую-то более желаемую для меня поняшку. Но меня заинтересовало и то, что она без челки, а я одно время очень хотела Дэйзи без челки, потому что мне иногда порядка раздражала челка моей старой Дэйзи. Предполагаю, что данная фигурка из ту пэка с футершай. Да, был вариант, где у Дэйзи отсутствует челка в подобном наборе. Либо же в наборе с релити со скутерами. Эту Дэйзи я купила за очень привлекательную цену. Привела в порядок и теперь она выглядит как совершенно обычная поняшка, достойная стоять на полочке среди других редких пони. Единственное, что ее отличает от моей Дэйзи, это отсутствие челочки и метка на жопке. Небольшой минус этой Дэйзи заключается в том, что одна прядь из хвоста короче, чем все остальные. Такое же наблюдалось и у моей Дэйзи Дримс. Тем не менее, я удивилась, когда поняла, что почему-то, по-моему, у каждой Дэйзи, которая у меня была, была такая проблема. И еще один минус заключается в том, что в начале прошепки ее гривы присутствует очень-очень много маленьких предей. Они оборваны, либо, может быть, случайно поднесен был к пони огонь. Но в остальном эта поняшка в очень хорошем состоянии. Я посмотрела очень-очень много постов, где продавалась либо обменивалась Дэйзи. И поняла, что средняя цена этой пони от 900 до 1200 рублей. 900 рублей чаще всего стоила резиноголовая поняшка. Некоторые отдавали за 1000 даже саму резиноголовую. Но я приняла для себя решение, что вот этого Дэйзи я буду продавать за 1100 рублей без учета доставки. Мне кажется, что это адекватная цена. И следующая моя новинка. Это пластиголовая Свити Свирл. Пластиголовые фигурки Релити и Свити Свирл выпускались в первой версии этого набора. И, по-моему, во второй, либо в последний, где набор еще дополняет несколько аксессуаров и карета. Эту поняшу я купила за такую же цену, за которую купила Дэйзи Дримс. Но у нее гораздо хуже состояние. У нее обрезана большая часть грилы, подрезан хвостик. И в остальном эта поняшка в хорошем состоянии. То есть, опять же, снова просмотрев объявление с ней, я поняла, что ее средняя цена около 900-1200 рублей. То есть, даже я бы сказала, от 1000 до 1200. 1000 рублей просят за резиноголовую версию данной поняшки. И я решила, что будет логично выставить пластиголовую Свити Свирл за эти же деньги. Да, у нее подстрижена грива, но, тем не менее, не забывайте, что есть люди, которые продадут ее и дороже. Этих двух милашек я бы хотела обменять на Blossom Force. Это моя тоже очень давняя хотелка. Наверняка вы спросите, почему я решила, что таких менее редких пони, чем Blossom Force, можно обменять на Blossom Force. Потому что я просматривала много постов, где продавали либо обменивали Blossom Force. И было указано, что возможен обмен на старую Daisy Dreams и на Свити Свирл. Поэтому я решила, что поскольку это пони в неидеальном состоянии, можно попробовать обменять их вместе на Blossom Force. Обмен по отдельности также приветствуется, поэтому, если вы хотите какую-то из этих поняшек, то обязательно пишите мне его в ВКонтакте. И моя последняя новиночка. Это карета. А карета из набора Rarity со Star Swirl. Эту карету я очень давно хотела. И у меня было два обмена, которые, к сожалению, просто пролетели. В которых я могла получить эту карету. Но ничего страшного, я довольна тем, что у меня появилась эта карета. Она в очень хорошем состоянии, то есть у нее открывается дверь для багажа. У нее крутится зеркало, в котором сначала показывается, где Rarity готовится к балу, а на следующей картинке она уже готова. И открывается передняя часть, то есть вот такие вот дверки. Мы можем посадить туда нашу Дэйзи. Вот так. И вот она может теперь куда-нибудь ехать. Данная карета катается. Колесики у нее не просто так. Но она хорошо ездит только по не очень ровной поверхности. Это все поняшные новиночки, которые я хотела вам сегодня показать. Надеюсь, что данное видео вам понравилось. Ну а я вас очень сильно люблю. Рада, что есть такие люди, с которыми я могу поделиться своей радостью. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok